Важнейшая тема изменения тарифов на следующий год. Оно произойдет не с января, как обычно, а только со второго квартала. Для населения в пределах лимита электричество подорожает почти на 10%, газ на 6%, тепло и горячая вода на 13%, а стоимость холодной воды останется на уровне этого года. Большинство тарифов рост в пределах инфляции. При этом, учитывая, что первый квартал тарифа остается на уровне действующих в 2013 году, изменение доли расходов населения будет незначительно, буквально на 1%. К антимонопольному ведомству у бендерчан накопилось много вопросов. Например, говорили о телефонной связи. Стоимость одной минуты разговора является самой высокой среди стран СНГ. Выше, чем Молдовия, Украина, Россия и так дальше. Говорим о стоимости одной минуты разговора. А фактически, по испечатке видно, что включение идет с момента соединения связи. Интернестерком включен в перечень хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение. Если потребитель, скажем так, не согласен с тарифами доминанта, он имеет право обратиться в адрес комитета цены антимонопольной деятельности. В том случае, если выявляются признаки нарушения антимонопольного законодательства, мы возбуждаем дело о нарушении антимонопольного законодательства. Еще один вопрос. Должны ли жители платить за поверку счетчиков воды? Люди говорят, что им приходится тратить на это очень много времени. Комитет ЦЕН предлагает избавить жителей от этих хлопот и переложить их на водоканалы. Организация, предоставляющая услуги водоснабжения и водоотведения, самостоятельно, по истечению срока службы приборов, будет приезжать, снимать, обслуживать, привозить назад. И это будет входить в тариф. Законопроект, упрощающий обслуживание счетчиков, уже рассматривается. Если его примут, сами потребители будут решать, переходить им на новую систему работы с водоканалом или нет. Степан Бугаев, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал. Субтитры создавал DimaTorzok